Здравствуйте, дорогие подписчики! Я решила снять видео с книжными покупками, потому что у меня уже накопилось какое-то определенное количество книг, которые могу показать и про которые могу рассказать. И особенность этих книжных покупок заключается в том, что все они прям горячо желанные, и я прям не могу до сих пор нарадоваться, что теперь у меня есть эти книжки. И давайте начнем с классики. Первая книжка — это «Преступление и наказание». У меня, конечно же, уже есть «Преступление и наказание», но в таком издании, которое мне не нравится, поэтому я решила, что мне нужно вот это издание, мне очень нравится. И теперь издания от «Мифа», они прям симпатичные, очень красивые, с симпатичными иллюстрациями. Я должна вам показать, что вот тут вот, между прочим, тоже. И вот тут вот тоже. Да. И теперь я рада, что смогу перечитать эту книгу, не знаю в какой раз уже, но вот в таком вот красивом здании. Вот. Вот. И многие считают, что «Преступление и наказание» — это очень мрачная книга, но я, наоборот, вижу в ее завершении какую-то надежду на лучшее, какой-то лучик света, и именно за это я и люблю «Преступление и наказание». Я давно ее и не перечитывала, мне кажется, скоро. Может быть, я, наверное, в следующем летом ее прочитаю. Посмотрим, посмотрим, как вот появится такой прям импульс читать. Так, конечно же, я тогда и прочитаю. Следующая книга, она в той же серии классики от мифа, это «Мастер и Маргарита». И я уже показывала эту книгу на канале и рассказывала, что я первый раз читала «Мастер и Маргарита» в 16 лет в школе, и она мне вообще не понравилась. Я подумала, что такое вообще? В чем прикол? Что за мульч? Перечитываю я сейчас, значит, 8 лет спустя, и думаю, ну это уже очень классная книга. Во-первых, мне нравится то, что тут творятся вещи совершенно непредсказуемые. Во-вторых, мне нравится юмор. Не могу сказать, что я ухахатывалась, но несколько смешных монетов было, я их даже стикерами выделила. Например, когда бегемот говорит «А я действительно похожа на галлюцинацию? Обратите внимание на мой профиль в лунном свете. Кот полез в лунный столб и хотел еще что-то говорить, но его портеть замолчать». И он ответив «Хорошо-хорошо, готов молчать, я буду молчаливой галлюцинацией». Замолчал. Ну это как-то, не знаю, это забавно, мне нравится. Вот, и я не могу сказать, что это какая-то моя любимая книга «Преступление и наказание» мне нравится больше. Это прям моя любовь. Но мне очень понравилось, мне очень понравилось перечитывать. И я просто очень довольна тем, что ко мне вообще пришла эта идея в голову перечитать. Потому что я получила удовольствие настоящее и всем рекомендую, если, например, вы тоже читали ее в школе, но вам как-то не понравилось, попробуйте перечитать ее. И вполне может быть, что в этот раз вы откроете для себя совершенно новые стороны того же произведения. Следующая книга, я ее читала в марафоне до 4 часа чтения первом. И я ее читала в электронном формате. Но я решила купить ее еще и в бумажном формате. Потому что я в восторге от этой книги. И я хочу, чтобы она у меня была в бумажном формате. И я хочу ее перечитать и отметочки, всякие закладочки сделать в этой книге. Потому что было много моментов, которые мне понравились. Но в электронном формате я не могла никакие сделать закладки, естественно. И это огорчительно. Книга эта о девушке с булинией. Но я бы сказала, что самая центральная тема этого предоставания, это женская дружба. Потому что у главной девочки, главной героини та и есть подружка. И вот они так хорошо друг друга понимают, так друг друга понимают. Но появляется у них камень предкровения. И это парень, которым обеим нравится. И это немножко встревает в их отношения. И мы узнаем, как они, смогут ли они с этим разобраться или нет. И, конечно же, все это развивается на фоне булимии Татай. И рассказывается, как она делает вещи, которые никому не пожелаешь. Как она избавляется от еды съеденной. Как она беспокоится, жутко беспокоится о том, что не наберет ли она очередной килограмм. Классная очень книга. Мне понравилась. У меня было РПП, но не булимия. И в любом случае я почувствовала какое-то такое сопереживание, глубокое сопереживание главной героини, естественно. Всем рекомендуют книжку. Мне кажется, они почему-то мало говорят, но она очень достойная. И переходим к следующей книге. Её я ещё не читала. Это книга «Быть Лолитой». Как вы, наверное, поняли по названию, эта история связана с книгой Лолита. Я читала Лолиту, и мне скорее понравилось, когда я её читала. Но вот сейчас у меня ноль желаний её перечитывать. Мне кажется, я не буду её перечитывать. И когда я даже представляю, что я её перечитываю, у меня какое-то неприятное чувство. Вот, поэтому нет, перечитывать я её не буду, но решила прочитать «Быть Лолитой». Это история, как вы могли предположить, у девушки-школьницы, у которой отношения с мужчиной, который много старше её. И я бы такое, скорее всего, не читала бы. Я бы ещё сто раз подумала, над чем купить или нет, если бы это не была реальная история. А это именно такая история самой Элисон Вуд, которая написала эту книгу. Она пишет о себе, о своём реальном опыте. И мне действительно интересно почитать, каково ей было, что она испытывала. Я надеюсь, что это будет такая психологичная книга. И насколько я знаю, в этой книге её одна из чель будет в том, что вот этот вот мужчина, который... Который встречалась, Элисон Вуд, он обожествлял Лолиту, обожал это произведение, и всё время тыкал её в лицо, типа, на! На, Лолиту! Лолита — это великая книга, считал он. И очень сильно романтизировал её. А как мы понимаем, романтизировать Лолиту не надо. И эта книга... Это совершенно не то, что нужно романтизировать, дорогие друзья. Мне кажется, будет читать интересно, возможно, тяжело. Но я рада, что приобрела я данную книгу. Мне кажется, будет... Я почему-то ощущаю, что буду в хорошем... при хорошем впечатлении останусь. Следующая моя книжная покупка — это «Невыносимая лёгкость бытия» от Милана Кундеры. Я у Кундеры читала «Неведение», и впечатления были странные, хотя я не могу сказать, что мне прям понравилось то, что происходило в той книге. Когда я была в книжном подписной издании в Санкт-Петербурге, и мне в голову пришла идея купить там книжку на память о Петербурге, почему-то мне захотелось именно вот эту приобрести книгу. Я подумала, почему бы снова не погрузиться в творчество Милана Кундеры. Тут какие-то будут жизненные перепития, любовь, терзание тела и души, жизнь, философия, трагедия и человеческие отношения. Что-то только не будет. А чётко-то я не понимаю, что будет конкретно, но что-то будет, что-то будет. Кстати, смотрите, какая книжка, какого необычного формата. Вышло много книг этого автора именно в таком вот уденьком формате. И не знаю, когда я буду читать, но когда я буду читать её, это мне напомнит о том, как я ездила в Питер, потому что эта книга теперь носит стойкую ассоциацию с этим городом, потому что я там купила. И совершенно не знаю, не рассчитываю, что я буду в восторге, но всё-таки надеюсь хорошо провести время за чтением этой книги. Это, кстати, самый знаменитый роман Кундера, и многие начинают знакомиться с автором именно с него, но я почему-то начала с неведения, так вышло. И переходим к следующей книжке. Эту книжку я ввела специально на жуткий книжный марафон, называется «Кожа». И я у Евгении Некрасовой знаю, ну не знаю, а слушала книгу «Калечно-малечно», мне очень понравилось. Именно то, как Евгения Некрасова переплетает в своей книге реальность и какой-то такой элемент фольклора, элементы выдумки. Эта книга тоже магический реализм, и история эта о том, как темнокожая рабыня поменялась кожей с крепостной крестьянкой. То есть девушка из США подменялась кожей с девушкой из России. И что из этого вышло? Обложка, кстати, такая красивая, просто потрясающая. И я почему-то слышала не самые лестные отзывы об этой книге, но так как у меня очень хорошее впечатление о «Калечно-малечно», я подумала, что нужно дать шанс и коже, и заставить свое собственное мнение, потому что вполне может быть, что мне понравится. Почему нет? Вполне такое может быть. Так что ждем мой жуткий книжный марафон, и тогда узнаем мои реальные впечатления о «Коже». И, конечно же, я очень надеюсь, что мне понравится, потому что я тут читала вступление уже к книге, и мне нравится то, что авторка пишет. «У меня есть право писать фикшен о себе и о крепостных крестьянах из-за моей белой кожи, а из-за моей белой кожи у меня нет права писать фикшен о чернокожих рабах. Но, может быть, у меня есть право попытаться из-за общности рабского опыта предков, из-за общности современного предубеждения, молниеносной из-за небелой кожи, довольно быстрого из-за акцента и русского имени, а главное, because of my love for black people's literature and folklore». И мне кажется, это очень классно, то, что Евгения Некрасова понимает, что у нее нет прям настолько реальных оснований писать об опыте жизни темнокожей женщины, потому что у нее этого опыта нет, и она понимает это, по-своему извиняется за это, но все равно пробует. Мне это понравилось, ее деликатный подход к написанию этой книги, деликатный подход к выбору вот такой сложной тематики. Последняя книжка в сегодняшних книжных покупках — это «Скоро конец света» от Микиты Франко. Тут история о мальчике, он сирота, и у него ВИЧ-инфекция, он мечтает вылечиться и попасть в настоящую семью. Вот, и вроде как родители его будущие собираются его забрать из детского дома, но по телевизору начинают сообщать, что «Скоро конец света», то есть, как я понимаю, действия будут происходить в 2012 году. Ничего не читала у Микиты Франко, решила начать знакомство с этим соавтором именно со «Скоро конец света». Меня как-то привлек сюжет, показалось, что что-то будет интересное, душещипательное. И тут такой интересный факт, что главному герою Оливеру ему 11 лет, и имя Оливер себе он выбрал сам, в честь любимого героя Диккенса. Как-то меня это тронуло почему-то, вот этот небольшой фактик. Об этой книге я нигде особо не слышала, ну, я вообще о нём на Буктюбе не слышала, и ориентировалась на отзывы о Life Libby, и они в основном, по-моему, положительные. Ещё меня привлекло то, что тут написано, что автор пишет о тяжёлых жизненных ситуациях, у которых какие-то, на первый взгляд, тупиковые ситуации, но внизу написано. Но, как показывает опыт, выход есть, и он всегда рядом. И это заранило во мне надежду, что всё-таки это будет история, в которой нам дают надежду на лучшее, а не просто, вот, у него были какие-то неприятности в жизни, ему было тяжело, и он умер. Не люблю такие книги, потому что они прямо оставляют после себя ужасный отпечаток. Я их не читала, такие произведения, если я где-то слышала, что всё закончится трагично, значит, я не буду читать. Ну, практически в любом случае. Бывают, конечно, исключения, потому что, например, «Нетерпение сердца» Стефана Цвейга, я знала, что конец будет грустный, но я всё равно прочитала его и поставила 5 баллов из 5. Но это, конечно, отхождение от темы. В общем, книжку буду читать, думаю, в скором времени, меня она заинтриговала, и мне хочется её прочитать в скором времени. А на этом, дорогие друзья, я заканчиваю это видео. Надеюсь, вам было интересно смотреть, надеюсь, какие-то книжки вас тоже заинтриговали, и, возможно, вы какую-то из них приобретёте в себе. И давайте тогда, до свидания, до следующего видео! Субтитры создавал DimaTorzok